Здравствуйте, уважаемые в центре! Сегодня мы поговорим о том, чем занимается такой медицинский специалист, как врач-аллерголог. Аллергическая патология – это группа специфических заболеваний, объединенных одним механизмом развития. Он заключается в том, что организм человека на внедрение чужеродных соединений вырабатывает биологически активные вещества, основной из которых является гистамин. Возникает реакция гиперсенсибилизации или гиперчувствительности, и эти реакции обуславливают развитие всех аллергических заболеваний. В настоящий момент проблема аллергических заболеваний усугубляется. Это связано с тем, что ухудшается экологическая обстановка. В нашу жизнь происходит множество синтетических веществ, которых никогда не было в природе, и организм человека, как биологический вид, не готов встречаться с ними. Для лучшей диагностики лечения данной группы заболеваний в медицинскую науку была введена специальность аллергология, и, соответственно, появился врач-аллерголог. Аллергическая патология подразделяется на несколько основных нозологических форм. Это аллергический контактный дерматит, аллергический ренит, аллергический конъюнктивит, бронхиальная астма и атопический бронхит, ангионевротический отек клинки и самая тяжелая патология – анафилактический шок. Аллергический или контактный дерматит характеризуется появлением сыпи на коже, в основном в виде красных пятен или точек. Если присоединяется припухлость кожи, то такая патология называется крапивница. Визуально она напоминает ожог крапивы. Если аллергический процесс сосредоточен на слизистых оболочах глаза или носа, то это заболевание называется аллергический ренит или аллергический контактный вид. Характеризуется покраснением глаз, слезотечением со стороны носа – это чихание, выделение из носа, зуд. Если патологический процесс сосредоточен в бронхах, то это заболевание называется атопический бронхит или бронхиальная астма, как более тяжелый вариант. Синная лихорадка или поленоз характеризуется появлением температурной реакции вместе с остальными аллергическими реакциями со стороны кожи, глаз, носа и бронхов. Чаще всего это происходит из-за ингаляционного воздействия различных веществ. В основном это пыльца растений. Ангионевротический отек винки характеризуется тем, что из сосудистого русла выделяется плазма крови в покружающие ткани, развивается отек. Чаще всего он расположен на лице, но бывает и в других местах, в частности на наружных половых органах. Самая тяжелая патология – это анафилактический шок. Она характеризуется резким падением артериального давления и полиорганной недостаточностью. Такое состояние требует немедленного лечения и реанимационных мероприятий. Как происходит прием аллерголога-иммунолога? Прежде всего он опрашивает пациента детально, начиная с самого детства, какие были реакции на различные вещества, лекарственные препараты. Потом проводит визуальный осмотр кожи и слизистых оболочек и может назначить лабораторные анализы. До настоящего времени очень часто используются кожные пробы с различными аллергенами с целью выявить гиперчувствительность к определенным веществам. Но в настоящее время все чаще эта процедура заменяется исследованием крови на различные соединения. Это более информативно для врача и менее мучительно для пациента. Где принимает врач аллерголог-иммунолог? Ну не каждое медицинское учреждение располагает таким специалистом. Но для крупных городов это не является проблемой. В частности, в нашем лечебном учреждении прием ведет ваш покорный слуга. Спасибо за внимание. Ждем вас в нашей клинике.